Друзья, всем привет! Вы на канале о часах Филтайм. С вами, как всегда, Станислав. И сегодня я рассмотрю с вами три, по моему мнению, самые необычные модели от микробренда Фойбос. И для тех, кто не помнит, я скажу, что бренд Фойбос был основан... Не помнит или не знает. Что бренд Фойбос был основан в 2016 году гонконгской молодой парой. Ребята долго путешествовали по миру. В один момент им очень понравилась Греция. Собственно, название Фойбос берет из древнегреческой мифологии. Это другое, второе имя. Так, надеюсь, я запомнил. Это древнегреческое второе имя бога солнца Аполлона. Целью микробренда изначально было создавать качественные часы с топовыми характеристиками за доступные деньги. И если вначале Фойбос делали в основном хамажи, то есть похожие часы на какие-то люксовые, известные модели других популярных брендов, то на сегодня это абсолютно свой уникальный дизайн и на сегодня это абсолютно безупречная репутация. Достаточно почитать, что об этом бренде пишут на зарубежных форумах. И как раз сегодня мы посмотрим, чем является Фойбос в 2023 году и насколько интересные модели он может выпускать. Так что не забудьте подписаться на канал, поставить авансом палец вверх. Ну а я начинаю. Третье место из моего рейтинга занимают часы Фойбос Аполлон. Это первая модель бренда, которая была посвящена не дайверской тематике, а космической. И эта модель выпускалась в честь экспедиции Аполлон на Луну. Это уже третья ревизия коллекции Аполлон. И чем она отличилась от предыдущих моделей? Ну, во-первых, появились разные очень необычные циферблаты. Многие из них уже проданы, уже не появятся. Это я вам показываю остатки. Вот такой камуфляж. Была еще лава из интересных. Вселенная такого синего цвета. Она достаточно необычно переливается. Мы еще на циферблат детальнее посмотрим. И что из необычного? Здесь у нас ультрапрочный титан с показательной прочности HV1200. На предыдущих моделях этот показатель по твердости был HV800. То есть этот титан легче нержавеющей стали, плюс его достаточно сложно поцарапать. Он более устойчив к физическим воздействиям. Что мне нравится в этом материале, что он, кстати, достаточно похож на нержавеющую сталь. То есть титан, он обычно такого серого матового оттенка. Он и здесь присутствует, но сама текстура именно этой модели что-то среднее. Я бы сразу и не сказал, что это титановые часы. Прекрасное качество корпуса. Прекрасная детализация. По размерам у нас здесь 127 грамм вес. Учитывая такой приличный корпус. 41 миллиметр диаметр. От ушка до ушка 48 миллиметров. Толщина 12,5 миллиметров. Повторюсь, титан легче. Нержавеющая сталь, нержавейка. Если бы в таком размере была, минимум грамм на 30 была бы тяжелее. Отличный браслет. Прекрасная геометрия. Я здесь его не распаковывал, но я держал в руках уже распакованные версии. Там вообще к нему никаких вопросов. На винтах звенья. Единственная застежка такая достаточно устаревшая с язычком. Но я думаю, что ее сделали такой для того, чтобы часы были легче. Потому что задача титана все-таки быть легким. Если бы это была, например, хлопушка, часы были бы тяжелее. Ну, либо бренд все-таки экономил. Хотя на Foybos это не похоже. У них обычно экономии нет. Задняя крышка часов здесь глухая. Раньше была гравировка космонавта. Сейчас эту гравировку убрали. Оставили такой минимализм. Гравировка бренда Осьминог на заводной головке. Безель здесь на 120 кликов. Из снова же уникального материала DLC этот материал по прочности приравнивается к алмазу. То есть его достаточно сложно снова же будет поцарапать. Очень удобный хват. Очень уверенные щелчки безеля. Никаких люфтов я здесь не ощущаю. Что у нас по характеристикам. У нас на борту достаточно дорогой механизм от компании Citizen с калибром Miota 9015. Foybos устанавливает такие механизмы на свои уже взрослые, самые дорогие модели. Сапфировое стекло с тройным слоем антиблика. Прекрасно антиблик отрабатывает. Даже искусственный свет. При некоторых углах ощущение, что стекла вообще нет. Швейцарская суперлюминола. Как всегда светит по-королевски. Водозащита 300 метров. Давайте поближе посмотрим на циферблат. Здесь вы можете видеть, что стрелки они такие как ракеты в принципе выглядят. То есть ими Foybos как бы подчеркивает вот эту космическую стилистику. И обратите внимание, что зеленый он здесь такой статичный цвет. А вот черные элементы, я не знаю насколько у меня получится здесь сейчас показать. Они переливаются. И в реале это конечно смотрится очень здорово. И такой достаточно дорогой эффект. Эффект прекрасная читаемость. Ну и в целом конечно же очень необычный циферблат. Вот в наличии осталась только одна вот эта модель. Есть еще с таким более классическим серебристым. И этих часов уже к сожалению наверное в моем магазине не будет. Ну а вот так они сидят на моей руке 18 сантиметров обхвате. Очень комфортно. Такие легенькие. Удобный размер для моей руки. Самое оно. Следующая модель, а именно второе место занимает Foybos Narval. Это модель, которая посвящена такому необычному морскому существу, как Narval. Что-то среднее между китом и единорогом. И здесь кстати такая очень приятная глубокая гравировка Narval. Находится на задней крышке часов. Вот он прям над волнами парит. Чайки я так понимаю наверху. У Foybos конечно с гравировками всегда очень круто. И я вам скажу, что это не популярная модель. Я могу предположить почему. Потому что как раз такой нестандартный дизайн в форме бочки. Не всем он понравится. Хотя часы сделаны очень круто. Очень классно проработаны. Детализированы. Но для меня эта история из разряда вот как была коллекция у Foybos не была. Прекрасные часы. Супер качество. Супер характеристики. Цена просто сладкая. Но вот плохо они продавались. И у меня было мнение, что плохо продавались. Потому что простенько выглядели. Потому что в принципе многие выбирают часы по какому-то вот эффекту вау. Какие эмоции они у вас вызывают. Вот не было, были простые. Замечательные часы на каждый день. И вот многие просто не понимали в чем их прикол. Хотя они были действительно классные. Но вот плохо продавались. И Нарвал пошли в ту же сторону. Хотя здесь наверное наоборот. Вот как раз такой необычный дизайн. И вот кого-то он возможно отталкивает. Но я вам скажу точно, что если вам этот дизайн понравится. То качеством, детализацией и характеристиками вы будете очень довольны. И конечно же учитывая цену, по которой эти часы продаются. Только один цвет остался. В одном экземпляре коричневый. И собственно больше их, к сожалению, наверное не будет. Что касаемо размеров. Сразу чувствуется вот нержавейка тяжелее. Здесь вес 197 грамм. Напомню против 127 у Аполла. Хотя здесь тоже 41 миллиметр диаметр. Но здесь 41 миллиметр диаметра окружность. Но учитываем от ушка до ушка. Здесь 50 достаточно приличное расстояние. Толщина 13 миллиметров. Сам корпус прекрасно сделан. Посмотрите, насколько качественное сатинирование. Здесь зеркальная полировка на переходах поверхности. И вот верхняя часть ушек. Отделка для своей цены здесь на очень высоком уровне. Такой достаточно сложный рубленный корпус. Безель над ним интересно возвышается. Я вам хочу сказать, что даже задняя крышка часов, если смотреть, вот ушки. Даже здесь с внутренней стороны прекрасная отделка. Вот в этих местах даже некоторые микробренды экономят. Но у Фойбас здесь даже такие скрытые от глаз элементы также прекрасно проработали. Удобная заводная головка. Снова же с гравировкой логотипа бренда Осьминог. Безель керамический, устойчивый к царапинам. На 120 кликов удобный хват. Такие мягкие клики. Никаких люфтов здесь нет. Как и никаких вопросов у меня к безелю. Браслет такой достаточно брутальный, как вы можете видеть. Снова же я его в открытом виде держал. Прекрасное качество на винтах. Отличная геометрия. Шикарный браслет. Плюс здесь моя любимая застежка-хлопушка. Полностью летая. Это вот то, что я говорил, когда мы рассматривали Apollo. Что, конечно, хотелось бы такую застежку. Но она однозначно прибавила бы к весу часов. Что у нас по характеристикам? Здесь тот же механизм, как и у модели Apollo. Miota 9015. Здесь снова же сапфир с многослойным антибликом. Швейцарская суперлюминова. И водозащита 300 метров. По характеристикам. Часы похожие. Давайте мы посмотрим поближе на циферблат. Здесь снова же он уникален тем, что сделан в текстуре кожи. Кожи вот того самого Нарвала. Видите, такие прям как рубцы. Будто бы вот кожа этого млекопитающего у нас на циферблате. Ну и такой приятный коричневый оттенок. Очень в целом объемно смотрится циферблат. Это такой эффект получается за счет накладных меток, которые создают объем. Такие у нас рубленые прямоугольные стрелки и метки часов. Красиво очень смотрится, продумано. Хотя единственное из-за того, что стрелки у нас такие рубленые. Не очень, наверное, читаемость идеальная. Потому что здесь так больше все-таки интуитивно она считывается. Но в плане, конечно, красоты очень-очень классно смотрится. Ну и вот так на моем запястье 18 сантиметров обхвате. Конечно, ушки здесь широкие. Вот чем шире будет ваша рука, тем лучше будут смотреться эти достаточно брутальные часы. А первое место в нашем топе занимают часы Vortex. По факту это одна из самых новых моделей. Я вам хочу сказать, что этими часами как раз-таки Foybos показывает, насколько они выросли за свой короткий период существования. Вот вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? Я, честно, такой дизайн вижу впервые. Очень брутальный. Всего 4 расцветки вышло. Каждую можете посмотреть на моем сайте. Я взял вот зеленый цвет. Это по совместительству еще и стиль суперкомпрессор. Что это значит? Что у нас внутренний безель, он регулируется отдельной кнопкой, которая выведена сверху. Вот так это делается. Очень удобно. Причем обратите внимание, что даже дизайн кнопок, он разный. Разная текстура. Даже такие мелочи, казалось бы, Foybos прорабатывают. Можно было сделать одного дизайна и не заморачиваться. Но нет. Разный дизайн. Собственно, за это вы и платите. То есть, чем более детализированные часы, тем дороже они стоят. Чем более уникальный дизайн, тем по факту они дороже. Такие рефлекторы по бокам. Причем безель тоже. Посмотрите, такие вмятины. На безеле есть еще вот такие засечки по бокам. Очень классно проработан корпус. Однозначно, очень необычно это смотрится. Задняя крышка часов. Здесь, в принципе, такая неглубокая гравировка бренда. Некоторые характеристики. Здесь же механизм указан. Он в этой модели самый дорогой из всех, что я показал. Это швейцарец серии SVW200. Плюс он здесь с антимагнитными свойствами, что указано на задней крышке часов. Что это значит для вас? Часы будут более точные. Они не будут улавливать волны того же вашего мобильного телевизора и любых гаджетов. Что влияет, в принципе, на точность часов. Что у нас по размерам? У нас здесь цельный круг 43,5 миллиметров, 12,9 толщина, 118 грамм. Часы достаточно увесистые. Здесь у нас прекрасного качества кожаный ремешок. Действительно классная кожа. Очень качественная. Прекрасно прошита ниточкой. Отличная застежка. Такой действительно дебелый, качественный ремень. Плюс очень приятно, что с этой моделью идет не менее качественный каучук. Со своим дизайном. Уже со своей установленной застежкой. Абсолютно не экономили. Очень круто сделано. И это однозначно приятно. Ну и учитывая водозащиту этой модели 200 метров. Вообще по характеристикам у нас здесь снова же сапфир с многослойным антибликом. Прям швейцарская суперлюминова. Вот в общем все то, чем обычно нас балует Фойбос. Сам циферблат такой вроде бы маленький. Но читаемость неплохая. Неплохая. Я бы не сказал, что идеальная. Все-таки снова же такие мощные, брутальные стрелки. И где-то здесь нативно приходится считывать время. Но смотрится красиво. Такая сердцевина у нас шероховатая. Потом как ступень идет черная окружность. Брусочки снова же возвышаются, дают объем. Ну вот стрелки необычные, короткие. Плюс такая оранжевая короткая стрелка. Я вообще такого типа стрелки секундные вижу впервые. Очень необычно это все смотрится. Ну и несмотря на такой размер крупный. Вот я вам скажу, даже на моем небольшом запястье прекрасные часы смотрятся. И это в сути получается за счет того, что ушек нет. Ушек нет. И получается у нас мы отталкиваемся только от окружности часов. Что я вам хочу сказать по итогам. Каждая из моделей, что я вам показал, вряд ли станет вашими первыми часами. Все-таки это не универсальные модели. Это не часы на каждый день. Но если у вас есть что-то, что вы одеваете всегда и вам хочется чего-то необычного, то то, что я вам показал, это прекрасные варианты. Каждый из них шикарного качества, с отличной детализацией, со своим узнаваемым дизайном, супер характеристиками. И вот все то, что я перечислил, имеет очень доступную цену. А каждую из этих моделей вы можете купить в моем интернет-магазине FeelTime. Я являюсь официальным и эксклюзивным дистрибьютором бренда Foybos в Украине. Ссылки для приобретения в описании к этому ролику. Пишите ваше мнение о часах. Обязательно почитаю. Ну а на этом у меня все. С вами был Станислав. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok